Оппозиция пытается свергнуть Пашиняна, Пашинян пытается доказать, что оппозиция неэффективна. Это внутреннее дело Армении. Очень плохо, когда вот в этих армянских политических разборках тема российского оружия звучит в негативном контексте. Российское оружие отличное, лучшее в мире, но его надо умело применять. Здесь, например, Азербайджан делал закупки российского оружия на сумму 5 миллиардов долларов. Азербайджан закупал израильское оружие, Азербайджан закупал турецкие беспилотники. Это хорошее оружие, но оно хорошее в умелых руках. Но современная война, она другая. И в этом плане мы еще раз хотим подчеркнуть, что все заявления, которые сделал господин Пашинян по поводу ракетного комплекса «Искандар» — это заявление некомпетентного верховного главнокомандующего. Потому что верховный главнокомандующий, даже если он политик, он должен понимать сильные и слабые места своей армии, своего оружия и должен поддерживать союзников, которые такое оружие ему предоставили. В данном случае Пашинян проявил себя как некомпетентный верховный главнокомандующий. И Демарш армянских генералов, который последовал буквально на следующий день, лучшее свидетельство того, что как верховный главнокомандующий Пашинян и проиграл эту войну. Потому что когда армия профессионально неподготовленная, когда армия армянская не хочет воевать, когда 10 тысяч армян покинули поле боя, не желая стать пушечным мясом, в этой войне, в Азербайджан с точки зрения своего потенциала, потенциала своего верховного главнокомандующего Илька Малиева, просто был лучше. Именно поэтому он и победил.